178 молодых педагогов пришли работать в школу от Ираусской области. Еще пять лет назад будущие учителя стали обладателями грантов Акима. В этом году, завершив учебу в казахстанских вузах, они и пополнили ряды своих коллег. В основном это учителя с русским языком обучения. Сегодня они приняли участие в августовской педагогической конференции. Тему продолжит моя коллега Алия Жамитова. Рината Бычкова – выпускница от Раусского государственного университета имени Халела Дусмухамедова. Еще пять лет назад девушка стала обладательницей гранта Акима от Раусской области. В этом году после окончания вуза с отличием пришла работать в одну из городских школ учителем русского языка и литературы. Говорит, что о выбранной профессии мечтала с детства. На самом деле это большая возможность и большая удача, что я смогла получить грант, как и многие другие студенты. У меня большие планы на будущее. Я собираюсь стать хорошим педагогом и остаться именно в своей области. Трудиться на благо своей малой родины. В новом учебном году в Атроусской области порог 197 школ переступит 135 тысяч учеников. Их будут обучать 12,5 тысяч педагогов. По словам руководителя управления образования, в текущем году в регионе свои двери распахнут 10 новых школ. А проблема трехсменного обучения будет решаться поэтапно. Для этого в области строится 15 школ. Кроме того, начнется строительство еще шести. Вопросы о школах с трехсменным обучением и аварийных школах в Атроусской области и городе Атроу будут полностью решены в 2023 году. Сегодня в регионе 11 школ с трехсменным обучением и 4 аварийные школы. Что же касается повышения качества образования, в этом году Атроусские школьники заняли первое место в стране по предметным олимпиадам. 72 школьника признаны лучшими на региональном уровне. 42 из них завоевали на республиканском турнире 6 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей. Субтитры создавал DimaTorzok